Птицы белые летели и кричали в высоте. Эта песня школьников в дань уважения участникам и труженькам тыла Великой Отечественной войны. Многие из приглашенных ветеранов застали войну именно в таком маленьком возрасте, потому с трудом сдерживают слезы. Сколько лет прошло после того... Вспомнить события этих лет не единственная цель мероприятия. Сегодня 35 труженьков тыла награждены памятными медалями в честь 70-летнего юбилея Победы. Среди награжденных бывший завуч 24-й школы Олимпиады Сладкова. Говорит, когда началась война, ей было всего 7 лет. Несмотря на юный возраст, она запомнила войну во всех подробностях, как ее начало, так и долгожданное окончание. Мы были под бомбежками, стреляли снайперы, жили мы в окопах, все прошло. И отпечаток этой войны, конечно, детские воспоминания очень-очень болезненные. Но я очень хорошо помню День Победы. Это был солнечный, яркий день. Люди целовались, люди плакали, люди плясали, люди шумели, люди обнимались. Это была великая радость. В ходе концертной программы ветераны посетили обновленный зал боевой и трудовой славы. Все представленные здесь экспонаты собирали сами школьники в течение года. По словам руководителя выставочного зала, за это время ученики узнали много нового. Помимо информации о Великой Отечественной войне и ее героях, в зале есть экспонаты, посвященные боевым действиям в Афганистане. Такой подход руководство школы не оставило равнодушными участникам в той кровопролитной войне. Зал действительно сделан очень хорошо. Видно, что люди действительно с душой отнеслись к этому мероприятию. Пока еще лучшего зала я не видел в городе Мертва. Видно, что именно руководство школы очень серьезно к этому вопросу подошло. По словам организаторов встречи, в первую очередь они хотели привлечь внимание молодежи, чтобы они никогда не забывали историю и помнили подвиги темиртауских героев. Действительно, дети, многие даже не знают, что такое Великая Отечественная война и что там было. Поэтому в зале боевой славы они, конечно же, видя письма, видя награды, видя информацию, как это происходило, сколько человек погибло, они начинают осознавать всю горечь, утрату той войны. На сегодняшний день в темиртау проживают 48 ветеранов Великой Отечественной войны и более 3000 друженьков тыла. И благодаря таким встречам у детей еще есть возможность узнать о том времени из первых уст. Анжелика Волкович, Искандр Байкинов и Дмитрий Поленов. Новости темиртау.